Привет! Вы на канале Олег Ас и сегодня у нас будет интересное видео про настоящие мужские увлечения. И это не только мотоциклы и мопеды. Сегодня мы пойдем смотреть очень интересную коллекцию оружия, при том холодного оружия. А представит нам ее коллекционер Олег Юрьевич Назаренко. Это генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров. Но Олег Юрьевич еще крупнейший коллекционер старинного и даже, скажем, древнего оружия. И представьте, некоторым экспонатам здесь от 4 до 6 тысяч лет. И многие существуют в единственном экземпляре и только в коллекции Олега Юрьевича. И сейчас он нам покажет и расскажет свои артефакты. Субтитры создавал DimaTorzok Я понял. Ну, начнем. Бронзовая культура, поздняя бронза, кабанская культура, которая была распространена на Кавказе. В данном случае копья и кабанские кинжалы. Кабанская культура была тесно переплетена с культурой скифов. Были даже полиэтнические браки между значью кабанской культуры. Тоже представлены украшения, браслеты, привязки. В данном случае булавы кабанской культуры также. А кабанская культура, это давайте для наших зрителей... Это после бронзового века, где-то полторы-две тысячи лет до нашей эры и начало Железного века. Вот фибулы представлены, застежки на одежду, бронзовые, кабанская культура. Также, снова, вот оружие древних кабанцев бронзового века. Представлены как серпы, которые использовались для хозяйственной деятельности. Естественно, растения собирать, земледелие, земледельческая культура. Так и боевые копья, боевые гинжалы. Снова же стрелы в данном случае. Это уже в более позднее время кавказские карамультуки. Дульнозарядные ружья. Их как раз огнестрельным оружием никто уже не признает, потому что им по 400-500 лет. Это больше как предметы искусства, украшения. Сабля татаро-монгольская. Так как татаро-монголы, мы все знаем, не только завоевали Киев, но также захватили и Кавказ, и Китай. Естественно, с тех времен ручка уже, естественно, сделанная. Но это натуральная сабля татаро-монголы. Это экспонаты аула Кубачи. Что такое аул Кубачи и его мастера? Это аул на Кавказе. Пришли эти мастера, никто не знает откуда. Скорее всего, версия с Ирана. Но они обладают уникальной технологией чернения по серебру, то есть украшения. Это дореволюционная сабля. Это уже сабля советских времен. Такие сабли в Советском Союзе, Брежнев уже делали для вручения высоким зарубежным гостям. И, в принципе, даже видно, что здесь как бы такое все-таки золочение больше. Но на самом деле настоящая работа именно мастера были дореволюции. И после 1917 года многие мастера подобного рода эмигрировали. Выше представлены как кабанские ношейные браслеты, так и предметы, сродственные с ним, в перемешку, как я уже говорил, те же полиэтнические браки и скифской культуры, которая была тесно повязана с кабанской. Эти экспонаты находились именно на Кавказе или где-то в других местах? На Кавказе, ну, с Кавказа в основном. Снова же бронзовые ножи кабанской культуры, потому что, допустим, скифские, точнее, скифы, это уже было железный век больше, а бронза была, в принципе, бронзовая, такие вот известные три культуры. Это кабанская культура, гава-голигарды, это территория Венгрии, Румынии, нынешняя Украина и культура ноа, это тоже. Но им больше, культурой гава-голигарды и культуре ноа были больше присущи, там, топоры, кельты и тому подобное. А вот такие вот копья, как мы видели, такие кинжалы присущи кабанской культуре. Снова кубачинский кинжал, мы уже видели сабли кубачинские, это кубачинский кинжал, а вот кавказские кинжалы, так называемые Кама и другие кинжалы, известных разного рода, и мастера Усмана, и других мастеров. Что интересно, среди грузинских кинжалов встречаются как гинжалы с нормальной ручкой, которая, ну, боевая, можно сказать, да, можно брать в руки, так и кинжалы с довольно узкой ручкой, как вот этот или вот этот и другие. Были версии, что это детские гинжалы, но их достаточно часто, и детям, я думаю, что позволить оружие не могли. Была версия, что это особый двухпальцевый какой-то захват, который позволял в данном случае проводить траекторию разных ударов, наносить. Но я думаю, что правильным всего версия, что после восстания Хаджи Мурата было негласное указание, потому что если бы было гласное, то был бы какой-то царский указ, и он бы нашел все, да, потому что, как Булгаков говорил, рукописи не горят. Но в данном случае это, скорее всего, боялись, с одной стороны, кавказцы влешить оружие, но с другой стороны, боялись следующих восстаний. Поэтому было предписано изготавливать гинжалы с такой рукояткой, которым, если вы наносите удар проникающий, рука соскальзывает и переходит на лезвие. То есть это больше уже при царизме, мера безопасности, то есть, да, позволить кавказу уходить с оружием, вооруженным, но это оружие в случае боя было бесполезно, потому что, представьте себе, как схватить, у меня рука не такая уж большая, большая, но если захват делать, то у меня часть перейдет на лезвие элементарно. А вот, пожалуйста, да, это настоящий боевой гинжал, которым можно наносить именно действительно серьезные удары. Вот эти гинжалы с кривыми ручками? Это с Персии, с Ирана, которые, ну, с родственной культурой с Кавказом. Также и вот, как подобно вот этому. Это снова же мы видим присущие кабанской культуры, именно вот бронзовые, металл тогда еще не изобрели, именно бронзовые гинжалы, а это уже боевые именно. Это не сорповидная форма, которой можно растение, а это именно оружие. Мы видим очень большую коллекцию боевых топоров. Разнообразные и боевые, и, например, вот рабочие для копания земли. Это топоры, здесь уже немножко смесь, это разных эпох, как и кальтообразные топоры, так и там... Есть вот и каменный топор, да? В данном случае, да. Это передний, ну, со времен неолита, можно сказать, только восстановленный. Ну, здесь и скифские топоры, и кабанские разнообразные. Я хотел бы показать вот изюминку коллекции, предмет, который единственный в Украине. Раньше в Украине их было три, но два осталось в Бахчисарае, и с аннексией Крыма, Российской Федерации, они были захвачены и остались там. Это чаша исцеления. Как вы знаете, на Кавказе сильные мусульманские традиции, так, что Чечня и другие республики. Здесь эта чаша полностью расписана сурами из Корана, как извне, так и изнутри. Что происходило? Когда человек какой-то заболевал, к нему приходил специальный доктор, такие доктора, учитывая, как я уже сказал, что из древности сохранилось только три таких чаши в Украине, этот доктор приходил со своей чашей, чашей исцеления, и всю ночь наливал воду возле больного и всю ночь читал перед ним Коран. И утром больной выпивал эту воду и, как известно, обычно выздоравливал. Кто-то может говорить, что это эффект плацебо, кто-то может говорить, что это чудо, но в данном случае это действительно было, люди так лечились. На самом деле это Тибет, поющая чаша, так называемая. Многие о них знают, их изготавливают, но это как раз привезено было с Кавказа. И это, наверное, единственная чаша в мире, ну, возможно, нет, возможно, да, в которой, кроме того, что она поет, еще поднимается вода. Не считайте меня фокусником. Такое ощущение, что вода кипит, ну, и, как говорят знатоки, меняется ее структура. Почему именно в современных чашах такой эффект не получается, потому что эта чаша, изготовленная из какого-то специального из метеоритного железа, я все время, это, думаю, сдать ее в институт материаловедения, чтобы провести анализ. Во-вторых, не хочу быть весь мокрый, но вода может подниматься до такого уровня. Ну, туалет, можете попробовать. Я подержу, давайте. Нет. О, пошло уброление. Я свежую. Можешь попробовать? В данном случае, вне зависимости от количества воды, все равно это происходит. Можно налить больше воды, можно меньше. Кажется, разогрался. Не надо быстро. Да. Прижимать просто плотно, чтобы было воздействие на металл. То есть, именно воздействие от этой штуки на металл дает вот этот эффект. То есть, внутри металла происходят какие-то процессы, которые дают эффект на воду. Это знаменитые греческие амфоры времен Ясона, когда Ясон входил за золотым руном в Колхиду. Это амфора. Вот амфора. Ну, эти клеенные. То есть, именно вот той же найденной на Кавказе времен легендарных ясонских походов. Но на самом деле мы знаем, что кроме легенды греки и ходили на походы на Кавказ. Римляне тоже. А вот эта ценность в том, что это не реставрированные. Это как найденные в таком виде амфоры. Вот в таком виде они и были. Перевозили древние греки. А как долго вы собирали вот эту коллекцию? Сколько времени это за? Не, ну, я собираю уже больше, наверное, 25 лет. И это же, естественно, только небольшая часть этой коллекции? Да, это именно то, что связано с Кавказом. С Кавказом. Это Кавказский щит. Вот обычно мы видели всегда, ну, вообще популярно заблуждение, что щиты, ну, в принципе, мы всегда и видим такие. Щиты это оборонительное как бы сооружение, да, то есть отбить. А это оборонительное наступальное. Кроме того, что защитить себя именно металлический щит с бронзовой работы, именно вот рога оленя, который дает возможность после защиты отбить оружие и ударить противника и нанести ему пораженческий эффект, поражающий удар именно острыми вот этих рогов. Таким образом срабатывает. Плюс вот эти моменты дают возможность не только отбить вот эти рога, не только отбить удар, а зацепить его и выбить. То есть если удар, направляющий сабли, например, или меча, отбить и по поворотам щита холодное оружие врага противника попадает скажем в эти промоины и возможности его вырвать и потом нанести противнику поражающий удар. И это именно кавказцы использовали такое? Ну кавказцы в принципе культура булгар подобные, крымские татары и булгарские татары. Ну что, ребята, вот такая коллекция, вот такой интересный коллекционер сегодня нам поведал про свою замечательную коллекцию древних артефактов и оружия. И я думаю, что если вам понравится, мы снимем еще одно видео коллекцию Олега Юрьевича, непосредственно посвященную оружию на территории Украины, да? Вот. И Олег Юрьевич еще обладает и другими интересными коллекциями в других направлениях, но об этом вы узнаете чуть попозже. Но это далеко не все. У Олега Юрьевича есть еще анонс. Мы государство, которое возникло как минимум тысячу лет назад. Как минимум. И поэтому я считаю нужным это доводить до детей, до граждан эту историю. И возникла идея. В Украине есть, например, музей трипольской культуры в Сыритрепиле. В Украине есть там этнопарк Киевская Русь Римамаева Слобода, в которых берется средств Киевской Руси. В Украине есть Пирогово, там Средневечные Хатынки. В Украине есть там разные музеи разных эпох. Но нет этнопарка, который бы захватывал все исторические периоды Украины. Вот возникла идея. Специально есть выделенных 39 гектар в Ишгородском районе. И там мы планируем создать вот этот этнопарк-музей, который бы захватывал все исторические периоды Украины, Руси, или Украины, Киевской Руси. А что там будет? Это будет там начиная будет люди смогут зайти в пещеру периода Неолита. Естественно это будет выкопана сейчас пещера уже с гидроизоляцией и тому подобное. Но максимально сделать соответствие историческим периодом и можно будет увидеть там реальные артефакты, которые есть в моей коллекции, например, там каменные топоры, кремниевые серпы и тому подобное. Можно будет зайти в жилище Скифа и увидеть предметы эпохи Скифской. скифские копья, скифские ножи, скифские украшения. То же самое аналогично жилище Сармата, жилище Анта, жилище Кельта, жилище Гота, жилище времен Хазара, Салтыковца, жилище Киевской Руси, жилище тех же казаков, потому что курень казацкий тоже почему-то все считают, что это шалаш, абсолютно нет, вот это своего рода землянка, в которой казаки зимник, в котором казаки жили зимой. И естественно, насколько мне известно, сегодня в Украине все говорят о повстанческом движении, УПА, Украинская повстанческая армия, ОУН, но нет, почему не восстановлено, чтобы люди могли выкопать тот же схрон и увидеть реально зайти в этот схрон, а у меня тоже в коллекции есть около 400 буфонов и листовок УПА-УН оригиналов и можно будет с ними ознакомиться, увидеть оружие, естественно, деактивированное того периода, увидеть артефакты периода и закончить это, естественно, музеем АТО. Такие вот идеи. А автомобильное или какая-то другая? А, ну, естественно, это расписал, а также понятно, что на территории этого музея хотим разместить музей холодного оружия, потому что в Запорожье есть музей холодного оружия, во Львове есть, в Киеве, в столице нету. И, естественно, музей автомобиля, причем музей отечественного автомобиля. Эпоха отечественных автомобилей, к сожалению, ушла в прошлое, хотя мы будем надеяться, что не навсегда, и что она восстановится, и будут украинские автомобили. Но в этом музее украинского автомобиля хотим тоже представить все образцы автомобильной техники, которые производились в Украине. Ну, вот такие планы у Олега Рюрдича и вот такие планы по созданию будущего музея. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить интересные видео и следующие анонси.